Гуляю по парку, парк Кузьминки. Третий пруд. Воду спустили еще зимой, поэтому мне очень интересно пройтись по кромке воды, которая отступила на несколько метров, наверное метра два-три. И смотрите, что я обнаружила. Это яйцо. Оно живое. Я не знаю какой это птица, но это по-моему это все-таки не куриное. Даже не знаю можно ли его. Оно какой-то такой прозрачный. Не буду я его брать в руки, потому что, наверное, неправильно, чтобы не было запаха человеческого. Ну вот оно. Вот такое замечательное яйцо я обнаружила на берегу туда, в парке Кузьминки. Посмотрим его с разных сторон. До воды, наверное, метр. Здесь очень много уток и чайки. Интересно. Ёжа это все-таки яйцо. Что касается размера. Ну вот положим рядом палку трекинговую. Как раз, наверное, чуть больше промежутка между отверстиями. Вот и палки. Ладно, не будем беспокоить ни яйцо, ни ту птицу, которая его здесь отложила. Пойдем дальше. Так, а вот сегодня же в этом же парке я обнаружила черепаху в воде. Пока не понятно, жива она или нет. Осенью здесь видели черепах периодически. Понятное дело, что выпускают люди на улицу в воду в парк черепах, когда понимают, что не готовы их содержать дома. Вот, наверное, это одна из таких черепах. Интересно, перезимовала ли она? Попробую сейчас ее трекинговой палкой достать. Очень надеюсь, что она все-таки жива. Подтягиваю ее к берегу. По-моему, нет. По-моему, она не перезимовала. Бедное реликтовое животное не выдержала московской зимы. Очень жаль. Вот она какая красавица была. Не знаю, как называется эта черепаха. Давайте посмотрим ее поближе с разных сторон. Давайте посмотрим ее размер. Кладу вот трекинговую палатку. Рядом с ней, со стороны, где есть отверстие. Вот такая вот. Тоже трептий пруд. Уже другая сторона этого пруда. Очень жаль. Перевернула я эту красавицу на снимку. Вот она какая красивая. Если бы я умела работать по кости, наверное, бы я ее взяла с собой для того, чтобы обработать хотя бы ее панцирь и тем самым продлить ей жизнь. Но, к сожалению, я такими навыками не обладаю. Поэтому вытащу поближе ее к берегу, чтобы ее увидел тот, кто сможет продлить хотя бы обработкой панциря. А жизнь данной черепахи, чтобы она хотя бы осталась в чьей-то памяти. А это уже второй пруд. Еще одна черепашка. Она меньше значительно, чем та, которая на третьем пруду. Но тоже такая же крепенькая. Тоже и голова, и лапки высунуты из панциря. Вот насколько я видела спящих черепашек, у них и голова, и лапки спрятаны в панцирь. И они так спят. А вот в таком виде, чтобы черепашка высунула голову и лапки из панциря, я ее еще не видела. Попробуем эту черепашку достать. Сейчас возьму палочку. И попробую ее ошевелить. Как она отреагирует. Тоже не подает никаких признаков жизни. Скажи, пожалуйста, животное, ты живое? Может быть, все-таки живое? Видите, я положу на солнышко. Вдруг я ошибаюсь. Вдруг ты просто заснула. Черепашка, просыпайся. Если ты, конечно, спишь. Третий пруд. Смотрите, какая красота. Гуляю я вдоль берега. И снова предлагаю полюбоваться на, как я теперь уже знаю, утиное яичко. Утика отложила его прямо около воды. Мы видим, вот, пожалуйста, яичко. Яичко, на самом деле, с кем-то съедено похоже. Да. Вот. Мы видим, оно было пробито кем-то. И благополучно хамкано. Ам-хам. Жаль. Ну, уточка отложит еще яички. И летом, и осенью мы будем наблюдать в парке много-много утят. А это что у нас? Это у нас устрица вечная. Вот она тут здесь была. Ее выковырили. И отправим в воду. Так. Урочку посыплю. Промоем. И пойдем дальше. Ну, вот. Дошла я до того места, где я вчера обнаружила первую черепаху. Которая была, ну, достаточно большая. Я предположила, что она мертва. Но пока шла домой, я подумала, что может быть она находится в анабиозе. Все-таки было достаточно холодно. А черепахи теплолюбивые животные. И решила пройтись по этому же берегу вдоль кромки воды. Попробовать найти то место, где я оставила черепаху. И вот смотрите. Видимо ее кто-то нашел тоже. И перевернул. Я ее оставила лежащей на спине. Ну, видимо, кто-то нашел ее и перевернул на животик. А что я вижу? Я вижу, что одна лапка у нее вывернута в другую сторону. Вчера были обе лапки передние подняты. Ну, если так можно назвать, кверху. Сейчас одна направлена вниз. Но черепаха все равно не подает признаков жизни. При этом она остается достаточно крепенькой. Пока не наблюдаются, по крайней мере, признаки разложения. Что дает мне основание надеяться. Я не могу точно сказать. Но можно понадеяться, что она все-таки действительно находится в анабиозе. И со временем проснется. Но пока мы видим, что видим. Пока она лежит. И не подает признаков жизни. Сегодня 6 мая 2022 года. Посмотрим, что будет дальше. Минная пристань на третьем пруду. Не помню, как этот пруд называется. Потом надо будет уточнить и постараться запомнить. А то первый, второй, третий. Ну, для меня он по ходу движения третий. Поэтому пока называю третий. И вот прямо против этой длинной пристани, на берегу труда, лежит еще одно яйцо утки. И, к сожалению, оно тоже кем-то съедено. Вот такое вот оно. Вот тоже второе яйцо утки съеденное. Я обнаружила на берегу пруду в Кузьминском парке. Все. Я обнаружила целый кокосовый орех. Не удержалась. Разбила его. Вот такой вот он беленький. Отломился. Вот такой вот он внутри. Забирать я его, конечно, не буду. Я его разломлю дальше. И он пойдет на корм. Возможно, птичкам. Возможно, насекомым. Кто-то здесь осенью, наверное, отдыхал. Хотел полакомиться этим кокосовым орехом и забыл про него. Ну, ему обязательно полакомиться. Птички, насекомые, жучки, червячки и так далее. Какая же рыба водится в Кузьминских прудах? Здесь по берегам очень много рыбаков. Они с удовольствием ловят. Зимой, я знаю, они ловят щуку. Осенью, весной и летом они ловят карасиков. Вот такие экземпляры встречаются. Посмотрим, размер сравним. Кто-то его уже поел изрядно, но факт остается фактом. Вот такие шикарные рыбины водятся в нашем пруду. Пора, наверное, какую-то рубрику открывать под названием «Кузьминская мертвость». Смотрите, второй пруд. Иду ищу ту черепаху, которую я на втором пруду обнаружила вчера. Которая маленькая, помните, наверное. И обнаружила еще больше размером черепаху по сравнению с той, которую я находила на третьем пруду. Вот она тоже лежит. Оно также не подает признаков жизни. Местами она поросла мхом. Достаточно большая. Сейчас вытащу, посмотрим и найдем поближе. Итак, вытащила я эту черепаху. Здесь, по-моему, сложно сомневаться в том, что она мертва. Как мне кажется, я чувствую даже неприятный запах. Но сложно обсудить, то ли это от заболоченной воды, то ли это непосредственно от черепахи. Черепахи принюхиваться не желаю. Посмотрим ее размеры. Вот она вот такая вот. Она больше, чем на третьем пруду. Значительно больше. У нее такой горбик на панцире. Мне кажется, черепахи все-таки не пережили зиму. Это, скорее всего, те, которых мы видели периодически в прошлых годах в прудах. Но, поскольку воду спускали в прудах, черепахам не повезло. И смогли они пережить. Ему не хватило, наверное, кислорода. Вот такая красавица. Видно, да? Вот здесь вот у нее даже с этой стороны. Вываливается тельце, но набухшее, мягкое. С той стороны та же самая история, но я уже не буду показывать. Надо будет иначе переворачивать. Вот такая печальная история с черепахами в Кузьминском пруду. А вот еще одна черепашка на втором пруду. Она маленькая. Не скажу, та же это черепашка, которую я вчера обнаружила, или, может быть, это уже другая. Сейчас достану, посмотрю ее поближе. И посмотрим, может быть, дальше по пути следования обнаружится вчерашняя черепашка. Если это не вчерашняя, то это еще получается мертвая черепашка в нашем плоду. Ну, вот я вытащила ее на берег. Вот она маленькая. Непонятно, то ли это какие-то наросты, то ли это на голове у нее, то ли это следы разложения. Да, это следы разложения. Это не наросты, это ранка. И вот выпирается из этой ранки. Вот она. Вот тельце тоже мягенько выходит. Вот здесь кровь. Такое ощущение, что недавно, что ли, возникнет мне проблема у этих черепашек. Потому что тут красная. Похоже, кровь. Какая-то соблазнительная пупа. Может быть, кровь. Не знаю. Еще одна черепашка обнаружена в нашем пруду 6 мая 2022 года. Которая не подает признаков жизни. И все-таки нет. Я понаделась, что та маленькая черепашка, которую я сегодня обнаружила на втором пруду. И та, которую я вчера обнаружила. Это одна и та же черепашка. Но нет. Вот она вчерашняя черепашка. Дошла я до нее. Она лежит, как ни в чем не бывало. Ее тельце и панцирь высох. Она также не подает признаков жизни по-прежнему. Несмотря на то, что она лежит на солнышке. Вчера потеплела немножечко. Она стала не такой крепенькой, как мне кажется. Или мог тебя уже просто... Не помню, какая она вчера была. В общем, не отогрелась. Если она и была в анабиозе, то она не отогрелась. Как-то подсыхает, мне кажется. А еще в Кузнинских прудах водятся раки. Вот один из представителей. Совсем не живой. Ну, по крайней мере, свидетельствующий о том, что данные члены ныстоногие в прудах парка Кузнинки разрывают. Вот такую красного цвета лягушку я еще обнаружила. Она живая. Она не хочет показывать, что она живая, но она живая. Вот видите, да? Вот она цепляется лапками. Она никуда не скачет, не убегает от меня. Я ее тут немножко мучаю. Хочу перевернуть. Нет, не хочет она никак переворачиваться. А мне хочется ее посмотреть на брюшке. Опа. Ну, какая она прям не лягушка, а кошка. Вот она какая. Ладно, ладно. Все, не буду тебя мучить. Прости. Где она? А, вот она. Все, не буду. Все хорошо. Оставляю лягушку. В покое. Она в порядке. Вот такая красавица. Учата. Один. Яртенький. Видимо, вылупился. А мама рядом не оказалась, и что-то с ней нехорошее случилось. Мама. Мама. Есть хлеб? Нет. У нас нету хлебушка, Сонечка. А улыбнулся. Соня, посмотри на меня. А улыбнуться? Я сказала, что только посмотри на меня. Ну, улыбнулся. А вот и выжившая черепашка в Кузнинских прудах. Сидит себе. Загорает. Ни на кого внимания не обращает. Только львенка рядом не хватает. Ну, пристроимся, может быть, рядом маленькими львятами. У кого есть желание, присоединяйтесь. Ай, красавица. В Кузнинском парке подрастают утята Огори или Агари. Раньше они не селились у нас в парке. А в этом году, пожалуйста, парочка и четыре, по-моему, утенка. Сидят, отдыхают. Я подошла достаточно близко, не увеличиваю близость. Ну, вот они меня практически не боятся. Насторожились. Взрослые утки подошли ближе к своим утятам. Но не погоняют их в воду, а просто наблюдают и следят за их безопасностью. Давайте приблизим все-таки поближе. Посмотрим, вот какие хорошенькие. Не будем им мешать и дальше беспокоить.